Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». В эфире Дарина Игнатьева. Сегодня у нас в гостях врач-лаборант лаборатории исследования факторов окружающей среды Татьяна Степанова. Здравствуйте, Татьяна Васильевна! Добрый день! А на днях я попала в очень неприятную ситуацию, я разбила ртутный термометр. И, естественно, я впала в панику, сама не знала, что делать. И как в подобной ситуации нужно было поступить? Необходимо в первую очередь изолировать детей из этой комнаты. И, значит, обувь, в которой вы будете находиться в данной комнате, нужно, значит, не использовать в других комнатах. То есть вы должны, значит, взять с собой скотч, подготовить мыльно-порошковый раствор и использовать при уборке. Скотчем, значит, как обычно, набираете вы просто эту ртуть и все, что вы набрали, все, что видимое, вы собираете в банку. В банку заливаете водой, закрываете ее крышкой. Из-под воды ртут не парит. А для того, чтобы приготовить мыльно-порошковую жидкость или пастообразное получается мыло, нужно, значит, на ведро воды, теплой воды, 400 грамм мыла и пачку порошка. Мыло предварительно лучше его размельчить теркой, и оно хорошо будет растворяться. Далее данной пастой нужно будет намылить полы, если это у вас все на полу происходит. Ну, в первую очередь, конечно, полы лучше вычистить. Значит, ветошью вы проводите влажную уборку или замазку с тех мест, где сравнительно чистая зона. И этой ветошью только в конце подходите к центру, где вы наблюдали присутствие этих шариков. Затем вы эту ветошь собираете опять в какой-то пакет и все это удаляете из комнаты. Как правильно это все провести? Нужно замазать этой пастой. Ну, первой порцией, конечно, надо все это убрать, смыть водой. А следующие порции замазать и оставить на 4 часа, для того, чтобы реакция произошла полностью. В течение 4 часов, значит, происходит реакция, и основная часть ртути в связанном состоянии. Затем уже опять свежим раствором и чистым раствором уже вы смываете все это. До, ну, чистой водой, в принципе, и чистыми тряпками. А с тряпками как поступить? Тряпки собрать, нужно целлофановый мешок и выбросить. Мусоропровод. Да, либо, если вы там замечаете, что очень много их, этих, как сказать, ну, не должно быть, в принципе, в связанном состоянии, уже ртуть не должна парить. То есть она у вас будет уже с мылом, там, с порошком, и в тряпках в этих уже не должно быть чистой такой ртути, потому что парит-то только та часть, которая именно, как шарики, мы видим ее. Нельзя использовать пылесос, потому что он загрязняется. И после этого пылесос, значит, очень трудно будет вычищать. Самое основное, значит, что всасывается, шарики всасываются, конечно, будет как бы на полу их гораздо меньше, либо, может быть, совсем даже отсутствовать. Но в пылесосе есть еще фильтр, он, конечно, его задержит. Его нужно выкинуть. И фильтр не надо уже, да, в дальнейшем применять. А трубку или зонт, используем, значит, используемый зонт, шланг, можно его назвать, ее нужно обязательно помыть мыльно-порошковой водой. И очень хорошо смыть струей воды. Я слышала такие советы, что можно использовать марганцовку. Марганцовку тоже используют, но она как бы менее эффективна, потому что марганцовки нужно настолько много, что для данной ситуации может ее не хватить. Либо, значит, раствор получается слабым, а нужно очень сильный раствор. И плюс ко всему данный раствор должен быть подкислен соляной кислотой. А соляная кислота имеется только в лабораториях химических. В быту она не имеется. И кроме того, что она сама по себе опять агрессивной является. То есть опять мы можем вторично не только ртутью надышаться, но еще и кислотой. Так почему мы все-таки так боимся надышаться ртутью? Вот чем она опасна? Ну, проникая в организм через легкие, значит, мы вдыхаем эти пары. Поступает в кровь и разносится ко всем органам и тканям по организму. И потом эта ртуть задерживается в организме надолго. Очень с трудом она выводится. Это как соль тяжелых металлов, так не только ртуть, но и другие. Они надолго задерживаются в организме. И до последнего времени считалось, что, может быть, она вообще не выводится. Соки, которые содержат пектины, способствуют скорейшему введению паров ртути. Но чтобы не надышаться до такой степени, что это, получается, накапливается в организме, не один же день человек дышит. Но за один день уж столько уж, как говорится, не надышишься, будем надеяться. Потому что мы открываем форточки и работаем при открытых форточках. То есть проветриваем помещение в воздухе, паров ртути не должно быть. А в каком случае необходимо уже провести замеры воздуха в помещении? Замеры воздуха в помещении желательно проводить после того, как вы провели уборку. По-другому сказать, демеркуризацию. То есть где-то через 4 дня после уборки вы приглашаете для исследования. Для того, чтобы убедиться, насколько чисто вы убрались. Так, по какому номеру звонить, если самостоятельно устранить последствия не удается? Звонить по номеру МЧС. Предполагается, что они передают для консультации в нашу организацию наши телефоны. То есть наш телефон непосредственно в лаборатории 58, 54, 57. Спасибо большое за интервью. Пожалуйста. А я напоминаю, что гостем программы «По существу» была врач-лаборант лаборатории исследования факторов окружающей среды Татьяна Степанова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова